всем привет с вами владимир шемит ваш travel адвизор и в этом видео мы разберем чем же заключается суть запрета авиасообщений россии с турцией и так давайте начнем значит суть запрета авиасообщения россии с турцией с 15 апреля 2021 года по 1 июня 2021 года связано с борьбой россиян с коронавирусом по крайней мере это так озвучивают российские власти но как по мне это просто очередное прикрытие российских властей ведь с 2020 года россия летает в турцию в том числе летала и всю зиму и в принципе российской власти не было никакого дела до коронавируса турции или действительно заразиться коронавирусом вероятность сотни раз выше именно в домашних условиях грубо говоря в тех же супермаркетах в общественном транспорте ведь реально как бы на отдыхе есть турции все условия которые максимально сориентированы на безопасность отдыха туристов даже в эконом вариантах в турецких отелях старались соблюдать меры безопасности чтобы туристы не заразились коронавирусом я лично отдыхал в очень экономной тройке в 2020 году или все меры соблюдались в отелях не говоря про отели высокого и среднего уровня поэтому это решение с прекращением авиасообщений с турцией это обычная политическая ответочка турции за то что турция пустила военный флот сша воды черного моря так что оснований именно по причине коронавируса запрещать авиасообщение россии с турцией просто не было ну и давайте теперь разберем чему же эти события теперь приведут туризме как для российских туристов так и для украинских туристов потому что украинских туристов этот момент тоже коснется очень серьезным образом а приведет это к тому что минимум полмиллиона россиян которые забронировали отдых на турецких курортах на этот период не смогут воспользоваться приобретенными билетами и турами многие отели не дождутся своих гостей авиакомпании не засчитается своих пассажиров ситуация осложняется тем что ограничение введены накануне майских праздников в этот период турция очень популярна у российских туристов турецкие ательеры основательно подготовились к этому сезону запланировали на 1 числа мая очень много концертов и шоу с участием российских звезд теперь все эти звезды мало того что непонятно как доберутся в турцию так еще и непонятно для кого будут эти звезды выступать для многих отелей теряется всякий смысл в организации данных шоу программ потому что в ближайшее время на них обрушится шквал аннуляции забронированных номеров которые уже не заполнить за две с половиной недели которые остались до майских праздников и как же это коснется украинских туристов потому что многие украинские туристы думают что пришла лопа теперь цены на отдых турции резко упадут но многие отели особенно недорогие могут даже вообще не открываться поскольку львиная доля их номерного фонда была забронирована именно россиянами открывать отель который будет пустовать нет никакого просто смысла а если многие отели не откроются украинские туристы могут столкнуться с переселениями и альтернативными отелями которые могут их не устраивать по тем или иным параметром чтобы минимизировать потери открытые отели пойдут на урезание расходов на персонал сервис и питание в общем из-за этого туристы могут не увидеть былого шика и реально сами подумайте это обращение к туристам что не будет финансирование не будет разнообразие питания в том числе и алкоголя экономить будет на персонале который будет не успевать справляться со своими обязанностями то есть обслуживать туристам соответственно это грязные столы это плохая уборка которая и так очень часто бывает турецких отелях в общем ребят это все скажется на сервисе в отеле поэтому все это просто нужно будет правильно воспринимать никуда вы от этого не денетесь но отличная погода отличное море красивая природа и просто хорошее настроение способны все это исправить берите с собой позитивно отдых и все будет окей кстати насчет альтернатив грубо говоря овербукингов будут реальные овербукинги а будут и овербукинги связанные с махинациями туроператоров что это означает есть несколько туроператоров которые имеют условно говоря свои избранные эксклюзивные отели вот именно в эти отели туроператоры наверное и будут стараться заселять своих туристов и это касается в принципе большинства отелей потому что собственно говоря если вы думаете что вот вы примеру бронировали альвадону world palace в кемере крутой отель все хорошо то как минимум лучший вариант если у туриста будет овербукинг по данному отелю его заселят там примеру альвадону в сиде но что имеет туроператор по закону украины о туризме а он имеет право предоставить любую альтернативу которая не ниже забронированного изначального варианта но в законе нету порядка какая же альтернатива будет не ниже забронированного варианта поэтому туроператор в качестве альтернативы имеет право предоставить туристу любой отель с табличкой пять звезд хоть он будет на 2 3 10 линии ничего вы с этим не поделаете либо изначально выбирать правильного туроператора который будет и по крайней мере не будет максимально использовать эти овербукинги для того чтобы все-таки выкрутиться и заработать в этой ситуации а ведь часть оператора будет делать именно так какие операторы нормальные какие операторы будут ненормальные это все конечно условно но есть определенная вероятность что у некоторых туроператоров это вероятность будет ниже эти все нюансы обычно я проговариваю с каждым своим туристам возможно даже это будет отдельной темой на моем канале я еще точно не знаю потому что принципе это как раз и отделяет моих туристов из общей массы о том что у них как правило меньше всего такое происходит и меньше всего происходит непредвиденных обстоятельств на отдыхе чем у других туристов которые оформляют там свой отдых путешествие тур в других местах поэтому именно мои туристы будут во всем в курсе что касается цен на отдых в турции на украинском рынке упадут они или останутся неизменными тут есть такой вот момент в тур входит несколько составляющих это отель это перелет это трансфер это страховка и какие-то расходы заработки туристических фирм так вот на среднем уровне отелей цена либо я думаю не изменится в ближайшее время либо возможно даже немножко повысится потому что в принципе спрос украинского рынка никуда не делся украина летит поэтому туры бронируются естественно самолеты заполняются и вот заполняемость самолета на недорогих турах очень существенно влияет на цену соответственно чем больше заполняемость самолета тем больше растет стоимость перелета соответственно дешевые и туры среднего уровня будут наверное немножко пока что может быть даже повышаться но это покажет рынок то есть тут сто процентов пока что именно на данный момент нет возможности сказать но скорее всего в ближайшей перспективе возможно цена даже немножко подымется вот а возможно конечно да она и опустится но шансы 50 на 50 примерно единственное когда можно ожидать понижение цен вот это принципе накануне вылет возможно это все произойдет но тут тоже не стоит забывать что турция требует пцр тесты для того чтобы турист сел на самолет именно села на самолет в украине они по прилету турции примеру в египте есть возможность по прилету сдать тест то есть не нужно сдавать накануне тест перед вылетом соответственно можно забронировать тур сегодня на завтра турции такой ситуации нет поэтому если бронировать горящий тур и не успеть сделать пцр тест то вас просто не пустят самолет и ваш горящий тур накроется вместе с вашими деньгами поэтому именно на данный момент рассчитывать на горящие туры я думаю не стоит требовать пцр тесты турция будет до конца апреля 2021 года ну я думаю что она это решение продлит скорее всего и дальше для того чтобы все таки показать что она все таки заботится о безопасности своих туристов и хочет видеть на своих курортах именно здоровых туристов поэтому друзья что делать туристам чтобы не попасть на проблемы чтобы не попасть на подводные камни чтобы не попасть на вербуку и первое это выбрать правильного туроператора вот который будет меньше всего химичить именно в этой ситуации с овербукингами второе это правильно выбрать страховую компанию потому что как минимум 50 процентов туроператоров страховка условно говоря мягко говоря не рабочие и надо оформлять именно реально нормальную рабочую страховку 3 оформлять страховку от невыезда не дай бог у кого-то будет коронавирус перед вылетом вот то и вы ребят если не оформить страховку от невыезда то никакой компенсации возврата за тур у вас не будет 4 ждать или не ждать падение цен это все условно ребят у вас должен быть как бы такой определенный бюджет который вы планируете и вот в этот бюджет вам нужно вложиться когда оформлять тур заранее либо там за несколько дней до вылета это никогда вы не угадаете с ценой просто никогда не угадайте потому что я же говорю цена зависит от многих факторов и тут вы должны понимать что бронировать либо не бронировать сейчас тур это исключительно ваше решение если вы хотите там удобное время вылета которая тоже может поменяться было там в два часа ночи могут перенести на два часа дня все все возможно но изначально если вы все таки хотите что-то более удобное комфортное интересное выгодное по цене и качеству то увы это лучше думать об этом заранее впритык вам просто придется выбирать все с закрытыми глазами условно говорят закрытыми глазами потому что все что будет ну мягко говоря так себе вам вряд ли понравится а все что будет хорошие как правило всегда будет иметь цену выше ну и самое главное друзья брать с собой на отдых хорошее настроение и тогда сервис который возможно упадет турции вам не помешает на отдыхе еще раз говорю в турции есть интересная экскурсионная программа в зависимости от региона где вы собираетесь отдыхать есть красивая природа и отличное море отличная погода и еще раз акцентирую внимание хорошее настроение и будет у вас все на отдыхе отлично поэтому если у вас есть какие-то вопросы вы обязательно пишите их комментариях под этим видео ну если вы можете чем-то поделиться какой-то интересной информации вы тоже напишите в комментариях под этим видео я обязательно все почитаю и постараюсь если вы что-то спрашиваете ответить ну и поддержите мой канал лайками к вашими комментариями и подписочка и кнопочка подписаться под этим видео не забывайте о колокольчике чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий до новых встреч пока пока